Рассказывайте это исследование, которое составило одну из глав нашей книги. Название вы видите, авторов вы тоже видите. Авторов троих. На троих. На троих, да. Значит, понятно, что мобильность это такое сложное явление, которое имеет множество измерений. И в данной работе мы сосредотачиваемся на двух аспектах. На межфирменных перемещениях работников, того, что по-английски называется job-to-job mobility, мы это обозначаем как внешнюю мобильность. И перемещение работников вертикальные по должностной лестнице внутри фирм, то, что по-английски обозначается терминами promotions и demotions, которые мы обозначаем как внутреннюю мобильность. Значит, наши исходные ожидания, когда мы только приступали к этой работе, были таковы. Мы знаем, что российский рынок труда, он очень гибкий. Мы знаем, что оборот рабочей силы, о чем говорил Владимир Фимович, на российском рынке труда очень высокий. Мы знаем, что продолжительность специального стажа, то есть пребывания работника на одной и той же фирме, небольшой. Что отдача от специального стажа низкая. Что российские фирмы весьма неохотно инвестируют в подготовку и перед подготовку своих работников. Отсюда наши исходные ожидания заключались в том, что на российском рынке труда высокая внешняя мобильность сочетается с низкой внутренней мобильностью. И такого рода ожидания, они неплохо сочетаются с очень распространенным в прессе, среди исследователей представлением о том, что в последние годы в России социальные лифты работают или стали работать очень плохо. Понятно, что это некоторая метафора, которая, как правило, не рационализируется и конкретно не говорится, что же политик понимается. Но я дальше об этом скажу пару слов. И вот таковы были наши исходные ожидания на старте этого исследования. Значит, наши базовые понятия, по существу я их уже ввел. Значит, в трудовой мобильности мы выделяем две формы. Внешние и межфирменные перемещения и внутренние. Внутрифирменные перемещения. И, в свою очередь, перемещения внутрифирм. Они могут идти либо вверх, либо вниз. Значит, таким образом, объектом нашего исследования являются только занятые работники. Значит, понятно, что и с точки зрения работодателей, и с точки зрения работников, как внутрифирменные перемещения, так и межфирменные перемещения, обладают определенными плюсами и минусами, как выгодами, так и издержками. Я не буду перечислять, каковы эти выгоды и каковы эти издержки. Вы можете это прочитать на слайде. Но мы исходим из того, что когда работник или фирма принимают решение о том, перемещаться или перемещать работника, то они взвешивают выгоды и издержки и принимают то решение, которое на данный момент, при той информации, которая у них есть, представляется им наиболее выгодным, наиболее эффективным. Значит, вопросы, которые мы обсуждаем в этой работе, это какова динамика и каковы эти детерминанты внешней и внутренней мобильности, есть ли связь между накоплением человеческого капитала и различными формами трудовой мобильности, и ведет ли мобильность к росту заработков. Сопровождаются ли перемещения работников изменениями заработной платы или нет. Значит, две эти формы мобильности в российском контексте исследовались неравномерно. Если по внешней мобильности есть несколько исследований, то внутренняя мобильность вообще находилась, насколько нам известно, вне поля зрения исследователей. Значит, таким образом мы надеемся, что мы впервые анализируем процесс внутренней мобильности, и, кроме того, особенность нашего подхода, мы рассматриваем эти две формы мобильности в связке как такие опции, которые связаны друг с другом. Значит, это теоретические подходы, которые существуют в экономической литературе, подходы, которые призваны объяснять процессы внутренней и внешней мобильности. Я тоже не буду их раскрывать, это достаточно хрестоматильные вещи, хорошо известные тем, кто занимается этими сюжетами. Значит, подробнее я остановлюсь на межстрановом контексте. Значит, я уже сказал, что эти две альтернативные формы трудовой мобильности на российских данных изучались очень асимметрично, неравномерно. Но это же характерно и для зарубежных исследований. Дело в том, что если по внешней мобильности существует множество баз данных, существуют специальные даже базы, с которых вы можете взять по разным странам и сравнить показатели, то для внутренней мобильности это не так. Очень небольшое число работ, которые буквально можно пересчитать по пальцам одной руки, исследует одновременно и внешнюю, и внутреннюю мобильность, так же, как это делаем мы, на основе опросов домохозяйств. Это очень важно, потому что подавляющее большинство исследований, посвященных внутрифирменной мобильности, делают это на отдельных кейсах или на отдельных группах работников. Берется какая-нибудь крупная фирма или крупный банк, и смотрится, какова интенсивность перемещения работников по должностной лестнице. С одной стороны, это очень надежная информация, а с другой стороны, эти показатели невозможно распространить на всю экономику, и в этом особая ценность тех исследований, которые опираются на опросы домохозяйств. Вот на втором буллете перечислены те немногочисленные исследования, которые основываются на опросах домохозяйств, и в которых одновременно оценивалась как внутренняя, так и внешняя мобильность. И здесь как бы видна определенная закономерность, что во всех странах внешняя мобильность в несколько раз превосходит внутреннюю. Значит, особо я бы хотел обратить ваше внимание на исследование по Германии, поскольку оно базировалось на опросе, который по дизайну очень напоминает наш РМС. Значит, и для Германии для периода середины 80-х по середину 90-х годов были получены следующие результаты, что интенсивность межфирменных перемещений 6% и интенсивность внутренних перемещений около 4%. Значит, интересный вопрос, связанный с внутренней мобильностью, это соотношение промоушенс и демоушенс. Значит, как правило, во всех странах промоушенс намного превосходит спуск вниз по должностной лестнице, тем не менее, интересно, что для Германии, вот в том исследовании, на которое я уже ссылался, для Германии характерно почти полное равенство между интенсивностью промоушенс и демоушенс. Значит, что касается внешней мобильности, то я уже сказал, что по этому аспекту мобильности существует множество исследований и множество баз данных. Из этих данных вырисовывается следующая картина, что высокая внешняя мобильность характерна для таких стран, как США, Великобритания и Дания, где ежегодно job-to-job мобилити, она превышает 10%, средняя мобильность от 5% до 10% характерна вообще для большинства развитых стран, а низкая мобильность, она наблюдается в некоторых постсоциалистических странах и Греции. Значит, понятно, что есть сильные вариации по типам работников и типам фирм. В очень небольшом числе работ оценивалось влияние внешней и внутренней мобильности на динамику заработной платы. Как правило, исследователи приходят к выводу, что и та, и та, и другая форма мобильности сопровождаются приростом заработной платы для разных стран разные оценки, для разных гендерных групп разные оценки. Ну вот характерно одно из недавних исследований по Португалии, откуда следует, что и внутренняя, и внешняя мобильность обеспечивают непосредственный, мгновенный прирост заработной платы в среднем на 5%. Ну, я уже сказал, что по России исследования внешней мобильности есть, но и их мало. Из них следует, что если говорить о всех работниках, то внешняя мобильность сопровождается существенным приростом заработной платы, а если говорить о молодежи, то там прирост очень небольшой. Значит, мы используем данные РМС за 2006-2013 год для определения внешних и внутренних мобильных работников, мы используем два вопроса. Первый вопрос о том, меняли ли работу или профессию респонденты в течение предыдущего года, и те, кто сказали, что они сменили место работы, но не сменили профессию, или сменили и место работы, и профессию, мы считаем внешне мобильными, они поменяли место работы с одной фирмы, ушли на другую. Для определения внутренней мобильности мы используем вопрос, изменилась ли ваша позиция на данном месте работы, и если люди говорят, что они продвинулись вверх или продвинулись вниз, мы считаем их внутренне мобильными. Горизонтальные перемещения, то есть между структурными подразделениями фирмы, но при этом, когда люди остаются на одной и той же позиции, мы выносим за скобки. Таким образом, у нас есть три группы работников, и мобильные, внешне мобильные, и внутренне мобильные, которые могут, соответственно, смещаться либо вверх, либо вниз. Ну, я, пожалуй, пропущу этот слайд, и этот слайд показывает, что наши данные, они имеют определенные ограничения, ну, например, мы не можем разделить вынужденные и добровольные внешние перемещения, мы не можем выяснить, внешние перемещения сопровождались ли повышением в должности, либо понижением, но это, надо сказать, что это характеристика большинства, эти ограничения характерны для большинства исследований, которые проводятся по этому, по этой проблеме. Значит, на этом слайде представлены те показатели внутренней и внешней мобильности, которые мы можем получить на данных РМС. Если мы просуммируем внутреннюю и внешнюю мобильность, то тогда получится, что в начале рассматриваем нами периода, в 2006 году, примерно каждый четвертый работник либо менял место работы, либо двигался по служебной лестнице, и этот показатель упал до 20% в последние годы. Если говорить о внешней мобильности, то она сократилась с 18% до примерно 15,5%. Если говорить о внутренней мобильности вверх, то она упала с 6,7% до 4,1%, а внутренняя мобильность вниз, она практически все время болталась под отметкой 1%. Но, тем не менее, любопытно, что единственный год, когда этот показатель преодолел рубеж 1%, это был кризис 2009 года. Я прошу прощения, здесь слова «вниз» и «вверх» надо переставить в легенде. Да, 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 прошу прощения. Значит, таким образом мы можем сказать, что обе формы мобильности пошли вниз в течение последних лет. Если внешняя мобильность снизилась, но не очень сильно, то внутренняя мобильность, она снизилась достаточно ощутимо, ну, почти на 40%. Тем не менее, если мы сравниваем эти показатели с теми показателями, которые характерны для других стран, то можно сказать, что в России, несмотря на это понижение, до сих пор наблюдается чрезвычайно высокая внешняя мобильность, а внутренняя мобильность, она снизилась с высокой до средней нормальной. Значит, что могло лежать в основе такой динамики? Это чисто наши рассуждения, предположения. Ну, во-первых, изменения в самой композиции рабочей силы. Старение населения должно было отрицательно повлиять и на внешнюю, и на внутреннюю мобильность. Рост образованности работников должен был отрицательно повлиять на внешнюю мобильность. Образованные работники реже меняют место работы, но положительно на внутреннюю, потому что у них шансы на продвижение по служебной лестнице выше. Рост частного сектора должен был положительно повлиять на внешнюю мобильность, но отрицательно на внутреннюю. Сокращение занятости на крупных предприятиях положительно на внешнюю, но отрицательно на внутреннюю. И перераспределение занятой сельского хозяйства и промышленности в сферу услуг положительно на внешнюю, но отрицательно на внутреннюю. Таким образом, то, что произошло в России снижение обоих показателей мобильности, в значительной мере было продиктовано изменениями в структуре рабочей силы. Тем не менее, эти изменения не могут полностью объяснить затухание интенсивности трудовой мобильности. С чем еще это могло быть связано? Во-первых, с замедлением темпов реструктуризации экономики. Покуда российская экономика по структуре занятости резко отличалась от развитых стран или даже стран, которые находятся на том же уровне экономического развития, шла быстрая реалокация рабочей силы, шло быстрое приближение к тем «образцам», которые существуют в других странах. По мере приближения темпы реструктуризации затухают, и это мы видим. Действительно, реструктуризация занятости, скажем, в нулевые годы была примерно вдвое выше, чем в посткризисный период, период после 2008-2009 года. Значит, на это могло наложиться замедление темпов экономического роста. Понятно, что в условиях высоких темпов экономического роста можно ожидать и высокой внешней, и высокой внутренней мобильности. Значит, ну, дальше я представил на этом слайде и часто встречающийся мем относительно того, что в России в последние годы внутренние лифты вертикальной социальной мобильности стали работать плохо. Что под этим понимают те, кто использует это выражение сказать трудно, но, наверное, рациональная интерпретация такова, что элиты стали замкнуты на себе, и резко вырос фаворитизм. Вот что-то в этом роде. Возможно, это тоже, если это имело место, как-то повлияло на те процессы, которые я говорю. Это такая отрицательная интерпретация тех данных о динамике мобильности, которые мы получили. Но, возможно, и позитивная интерпретация этих данных. Возможно, что в России повысилось качество матчинга, мэтчинга между работниками и рабочими местами. Они стали встречаться быстрее. То есть, условный пример. Если раньше для того, чтобы работник попал на подходящее ему рабочее место, требовалось, допустим, пять перемещений, то сейчас только три. Если эффективность мэтчинга повысилась, то, соответственно, это должно было привести к падению и той, и другой формы мобильности. И другое исследование, которое мы проводили, которое тоже вошло в книгу, оно дает косвенные свидетельства в пользу того, что мэтчинг на российском рынке труда действительно стал эффективнее в последние годы. Значит, здесь в этой таблице показана матрица переходов между состояниями мобильности, внутренней и внешней мобильности. И мы видим, что это процессы достаточно инерционные. То есть, человек, который поменял место работы в данном году, каждый третий из них поменяет его и в следующем. И наоборот, человек, который был, я буду говорить, повышен в должности в прошлом году, каждый пятый из них пойдет дальше вверх по служебной лестнице. В то же время, влияние перекрестное, внутренней мобильности на внешнюю или внешней, оно относительно невелико. Это я пропущу. Значит, я также пропущу дескриптивный анализ, где мы показываем, каковы показатели внутренней и внешней мобильности для различных социально-демографических групп. Ограничусь тем, что вариация межгрупповая в этих показателях, она очень-очень большая. Значит, и вместо этого я покажу уже результаты нашего эконометрического анализа. Мы использовали модель множественного выбора. Значит, слева у нас находятся переменные, которые могут принимать три значения. Им мобильность, внешняя мобильность или внутренняя мобильность. А справа у нас находятся различные характеристики работников и рабочих мест. И мы смотрим, как различные характеристики работников и рабочих мест влияют на вероятность внешней или внутренней мобильности. Поскольку коэффициенты в подобного рода моделях, они трудно интерпретируемы, мы на основании полученных оценок симулировали вероятности. И, собственно, вот симулированные вероятности, они показывают, каковы же шансы, что если работник принадлежит к той или иной социально-демографической группе, но по всем остальным параметрам он соответствует средним характеристикам по выборке, какова для него будет вероятность внешней или внутренней мобильности. Значит, я, хотя дальше у меня есть таблицы с этими вероятностями, я покажу слайды, где просто это уже обсказано. Значит, мужчины мобильнее, чем женщины, но в основном это превышение достигается за счет внешней мобильности, тогда как по внутренней мобильности между мужчинами и женщинами разницы практически нет. Значит, с возрастом и внешняя, и внутренняя мобильность ожидаемо затухают. Внешняя мобильность падает с 21% для молодежи до 30 лет, до 9% для пожилых работников, а внутренняя мобильность падает с 9% до 3%. Это вполне ожидаемый результат. Понятно, что люди быстрее всего перемещаются и между фирмами, и по должностной лестнице, покуда они являются молодыми. Значит, для внутренней мобильности нет связи с образованием, внешняя мобильность связана отрицательно, но вот первый из этих результатов, он связан с тем, что мы включали в нашу регрессию, помимо показателей образования и показателей профессиональной принадлежности работников. И эта переменная в значительной мере отбирает на себя эффект влияния образования. Когда мы делали альтернативную спецификацию, куда мы включали только характеристики работников и не включали характеристики рабочих мест, в том числе и профессий респондентов, то мы получили вполне однозначную зависимость. Чем выше образование, тем больше шансов на то, что человек продвинется вверх по служебной лестнице. То есть, вполне однозначная монотонная связь. А, как я уже сказал, для внешней мобильности существует обратная тоже монотонная связь. Неквалифицированные работники физического труда имеют самую высокую внешнюю мобильность, тогда как беловоротничковые специалисты высокого уровня квалификации имеют самую низкую межфирменную мобильность. Дополнительное профессиональное образование за счет фирмы стимулирует внутреннюю мобильность, что логично, а дополнительное профессиональное образование за свой счет стимулирует внешнюю мобильность, что тоже вполне логично. Чем крупнее населенный пункт, тем выше мобильность как внутренняя, так и внешняя. Соответственно, самая высокая внешняя и внутренняя мобильность наблюдается в столицах Москве и Санкт-Петербурге, а самая низкая в сельской местности. С увеличением размера предприятия внешняя мобильность убывает, а внутренняя нарастает, что тоже вполне объяснимо, поскольку внутренний рынок труда на крупных предприятиях имеет большее число этажей профессиональной иерархии, там есть куда двигаться вверх. Тем не менее, для сверхкрупных предприятий мы получаем результаты, которые нас несколько удивили, связаны с тем, что у них наблюдается достаточно низкая и внутренняя, и внешняя мобильность. Возможное разумное объяснение связано с тем, о чем уже говорил Владимир Ефимович, о том, что сверхкрупные предприятия продолжают перманентно терять занятость, и, соответственно, возможностей как для внешней, так и для внутренней мобильности в этих условиях у них оказывается меньше. Значит, мы также использовали в качестве одной из переменных ответы на вопрос, есть ли у вас подчиненные и сколько их, и оказалось, что на начальственных должностях внутренняя мобильность намного выше, чем на неначальственных, а по внешней мобильности вполне ожидаемо наблюдается обратная зависимость. По формам собственности и внешняя и внутренняя мобильность максимальны у компаний, где есть участие иностранных собственников, внешняя мобильность выше у частных, чем у государственных, а внутренняя наоборот. Я уже говорил, что внутренняя мобильность убывает по мере спуска по профессиональной иерархии, то есть она максимально у квалифицированных белых воротничков, а ниже всего у неквалифицированных синих воротничков. По внешней мы видим обратную картину. Квалифицированные белые воротнички имеют наименьшую внешнюю мобильность, а неквалифицированные синие воротнички максимально. Внешняя мобильность среди отраслей выше всего в строительстве, а ниже всего в сельском хозяйстве. И важный результат, подтверждающий наше дескриптивное наблюдение, состоит в том, что если мы включаем в качестве дополнительных переменных статус работника в предыдущем обследовании, то мы видим, что если человек был внутренне мобильным в прошлом раунде, то он с большей вероятностью будет мобильным и в этом раунде, и наоборот, если он был внешне мобильным в прошлом раунде, то с высокой степенью вероятности он поменяет место работы и в данном году. Значит, сразу хочу сказать, что в принципе эти результаты, они вполне осмысленные, разумные, и они совпадают с теми результатами, которые получают другие исследователи для других стран. Значит, на следующей стадии нашего анализа мы задавались вопросом, а влияет ли мобильность на заработную плату работников. Значит, для этого мы сначала оценивали стандартное минцеровское уравнение заработной платы, включая туда в качестве дополнительной переменной, переменную, которая отвечает за мобильность работника. Эти оценки по существу показывают, как при прочих равных условиях соотносятся уровни заработной платы мобильных и иммобильных работников после того, как акт мобильности уже состоялся. Значит, мы оценивали это простейшим методом МНК, а для того, чтобы ослабить проблему эндогенности, мы оценивали также модели со случайными и сфиксированными эффектами. Значит, вот результаты из них следуют, что заработная плата внешне мобильных работников не отличается от заработной платы иммобильных работников, обладающих теми же характеристиками, а внутренняя мобильность приносит отдачу в зависимости от спецификации модели, так, от 3 до 7%. Значит, мы также задавались вопросом, является ли вот мгновенный эффект мобильности устойчивым, либо он может расти со временем, скажем, человек, который поменял место работы и получил более высокую заработную плату в данном году, сохранит ли он это преимущество в следующем году и в послеследующем году. То есть мы брали вот 2 года. То есть по существу мы сравнивали заработные платы работников, которые были внешне мобильными в данном году и иммобильными в данном году, и которые оказались и тот, и другой иммобильными в следующем году. И то же самое для 2-годичного временного интервала. Значит, мы пришли к выводу, что тот эффект, который наблюдается сразу после того, как человек либо сменил место работы, либо изменил позицию в должностной иерархии, он остается таким же и на следующий год, и на послеследующий год. То есть нет ни усыхания этого эффекта, ни его увеличения. Дальше мы оценивали модель, где нашей зависимой переменной была разность в логарифмах реальной заработной платы между текущим и прошлым годом. Значит, эти оценки показывают, как при прочих равных условиях соотносились уже не уровни, а темпы прироста реальной заработной платы у мобильных и иммобильных работников. Значит, регрессоры были те же самые. Мы получили тот результат, что у внешнемобильных заработная плата растет примерно на 5% быстрее, чем иммобильных, у внутреннемобильных примерно на 6%. То есть и то, и другое дает неплохой выигрыш с точки зрения прироста заработной платы. Значит, это я. Вот это, собственно, те оценки, о которых я только что сказал. Для экономии времени я пропущу оценки отдельно для мужчин и женщин, а также оценки того, как менялась отдача от внешней и внутренней мобильности по годам. А вот здесь я попытаюсь соединить те результаты, которые мы получили для уровней заработной платы и темпов прироста заработной платы. По существу наши оценки говорят о том, что внешнемобильные работники в среднем, до того, как они поменяли место работы, получали более низкую заработную плату при прочих равных условиях. А переместившись на другую фирму, они начинают получать примерно такую же заработную плату, как работники, которые оставались им мобильными. Что касается внутренней мобильности, то здесь ситуация такая, что до момента перемещения внутренние мобильные работники оплачивались так же, как им мобильные работники, но после того, как они переместились, они начинают получать на 5-6% более высокую заработную плату, чем аналогичные им мобильные работники. Теперь я уже перехожу к выводам. Значит, в течение наблюдаемого периода примерно каждый пятый работник либо менял работу, либо перемещался на внутреннем рынке труда. Интенсивность внешней мобильности была примерно втрое выше, чем внутренней, при этом внутренние перемещения вверх намного превышали внутренние перемещения вниз. Если мы сравним оценки по России с тем, что я говорил про Германию, мы видим, что понижение в должности слабо популярны на российском рынке труда. Значит, исходное предположение, что российский рынок труда отличается низкой внутренней мобильностью, не подтвердилось. В начале рассматриваемого периода она просто была высокой, а сейчас она является такой средней. Возможно, это связано с тем, что внешняя мобильность выступает катализатором для внутренней мобильности, потому что люди уходят, таким образом обнажаются какие-то позиции, открываются возможности для продвижения вверх. Значит, с течением времени мобильность ослабевала, здесь были задействованы многие факторы, здесь можно предполагать и действия лучшего менчинга, и сокращение возможностей для хорошей мобильности, может быть. Значит, существует значительная межгрупповая вариация в показателях мобильности, и эффекты для большинства факторов согласуются с тем, что мы знаем из работ по другим странам. Часто мобильность не ограничивается одним годом, а строится как цепочка последовательных перемещений, то есть переход на другое предприятие в данном году провоцирует переход на еще другое предприятие в следующем году, и продвижение по службе в данном году провоцирует продвижение вверх по службе в следующем году, это дает возможность предполагать, что возможно, что в России существуют такие вот определенные группы, с одной стороны, летунов, а с другой стороны, карьеристов. Первые непрерывно меняют место работы, а вторые, если они уж попали в фавор, они быстро продвигаются по служебной лестнице. Мобильность на рынке труда тесно и положительно связана с динамикой заработной платы. Благодаря мобильности внешнемобильные работники догоняют и мобильных, а внутреннемобильные начинают их опережать. Возможно, затухание внешней мобильности, о котором я говорил вначале, было связано с тем, что отдача от нее постепенно снижалась. А наш общий вывод состоит в том, что мобильность в условиях российского рынка труда, как внешне, так и внутренне, является разумной и неплохо окупаемой стратегией. Она выступает важнейшим механизмом, обеспечивающим приведение оплаты трудоработников в соответствии с их потенциальной производительностью. Спасибо. Спасибо.